привет в одном из предыдущих видео мы делали компонент жизни и здоровья персонажа в этот раз будем делать компонент выносливости в общем это чуть сложнее потому что здесь необходимо будет использовать либо тик либо еще что-то данном случае мы будем использовать timeline в общем выбираем эктор компонент это у нас будет стамина заходим внутрь нам необходим так на тик мы пока его пользовать не будем на begin play давайте повесим на во первых необходимо закатиться на персонажа чтобы получать как раз таки наш timeline потому что вектор компоненте мы его создать не сможем тесно здесь можем тик вешать но это более затратное скорее всего может быть и нет но сделаем более интереснее так скажем так нам необходимо во первых get owner то есть почему данный компонент образно привязан делаем каст выбираем нашего персонажа в данном случае у меня character character player кастимся на него сделаем здесь переменную чтобы мы понимали на кого кастимся ну и пока с этим все но в дальнейшем мы еще здесь кое-что получим сейчас переходим персонажа чтобы создать как раз таки то что мы должны получать в нашем компоненте давайте введем этот компонент сразу персонажу и ком стамина вот он как раз таки мы его ввели и теперь нам необходимо вводима timeline как я и сказал мы можем использовать тик но timeline нам может дать медленный так скажем медленный переход из предыдущего состояния в будущее то есть такое плавное изменение значения так назовем его стамина timeline так вытаскиваем наш компонент стамина и здесь мы вызвать должны эту функцию которая у нас будет обновляться то есть изменять значение давайте снова перейдем компонент создадим несколько переменных тип будет у нас флот первый это у нас будет стамина второй делаем дубликат почему я удалил делаем дубликат это у нас будет стамина то есть на которой мы будем переходить второй значение так давайте еще введем сразу и стамина то есть мы будем проверять что у нас происходит это действие да но дальнейшем чуть что необходимо будет добавим давайте создадим функцию которая у нас будет определять как раз таки обработку так пусть будет стамина гонг теперь нам необходимо взять get стамина get стамина ту стамина давайте сразу назовем значение в 100 то стамина ту у нас будет нулевым значением которым мы все равно будем записывать так и нам необходимо записать наш наша стамина изменения да но мы будем это делать через lerp чтобы было плавные изменения подключаем стамина в а стамина ту в би и в альфу у нас должно подаваться значение от нуля до единицы а это мы будем подавать из нашего персонажа стамина гау который мы только что создали вот как раз таки альфа из таймлайна мы подадим создаем add flow track длину давайте здесь уже будете корректировать какое значение будете ставить потому что оно будет явно влиять на изменение значения я поставлю пока 05 может быть в единицу может быть в двоечку но тут уже подкорректируем ставим две точки на shift зажав time 0 value 0 это нулевая точка то есть и следующая точка у нас значение времени 05 потому что мы значение поставили 05 value единица нажимаем shift выделяем вторую точку нажимаем цифру единица и у нас у нас сразу сглаживает можем просто выделить нажать на точку и правую клавишу мыши и выбрать авто допустим то есть видите единица двойка тройка четверка пятерка на которой на клавиатуре находится так здесь мы по сути все timeline мы закончили мы должны просто подключить апдейт и нашу альфу stamina go то есть мы это никуда не подключаем мы как раз таки будем из нашего компонента этим управлять теперь что нам необходимо нам нужно на персонажа ввести и кнопочку которая будет делать ускорение она у меня уже есть давайте я ее вытащу просто просто ее вырежу и вот сюда поставлю с общим значением графика так скажем да у меня здесь есть некоторые некоторые введения которые вас в принципе не касаются это чисто для моего проекта так что вот этого у вас может и не быть оно вам и не нужно вот этих всех то есть единственное что вам надо это изменять скорость да но здесь мы изменять скорость не будем то есть нам необходимо компонент stamina и здесь мы должны создать на на триггер обработку триггер на движение то есть то что мы передвигаемся и на complete то что у нас заканчивается sprint наш мы сейчас заходим компонент давайте напишем функцию который будет либо не функцию либо у нас будет event обработчик скорее всего его сделаем потому что нам нужно будет создавать тик тики в данном случае обычный таймер давайте напишем custom custom event так так почему и у меня заглючил движок а я функции создаю извиняюсь так custom event нам нужен давайте назовем его получается стамина sprint и теперь нам необходимо во-первых здесь выбрать входящие значения булин это у нас use ну то есть используется или же нет то есть мы даем разрешение на движение или же нет теперь нам необходимо выставить branch давайте быстренько все подключаем если у нас используется бег нам необходим таймер by event то есть здесь мы подсоединяем время где-то будет 0 1 значение далее мы включаем looping создаем переменную это у нас будет стамина таймер далее нам необходимо вывести custom event он у нас будет юстамина то есть мы будем здесь как раз таки ее образно и нужно если же у нас не происходит каких-то действий мы должны наш таймер отключить то есть мы берем нашу переменную которую мы здесь создали и вызываем clear invalidate и как раз таки ее сюда подсоединяем то есть здесь мы прекращаем наш тиканье в 0 1 и далее мы будем продолжать здесь движение но пока давайте продолжим юстамин во-первых нам надо проверить то что у нас персонаж во-первых передвигается давайте отсюда вытащим end да end bully так здесь у нас вроде бы несколько будет штук так и стамина мы сразу проверяем что у нас используется далее нам необходим так наш персонаж который мы здесь мы из него вытаскиваем так это во-первых character movement то есть наше передвижение он где-то здесь в конце то есть мы вытаскиваем и из него берем velocity так это get velocity то есть вектор и дальше дальше у нас vector land длину вектора сравниваем ее то что она у нас больше определенного значения подключаем сюда больше определенного значения пусть это будет скорость в 200 да хотя у нас персонаж вроде бы сейчас ходит в районе 300 но это достаточно нормально меньше я думаю не стоит ставить потому что там какие-то передвижения могут быть проблемными стамина у нас тоже должна быть так как она у нас 100 она должна быть больше определенного значения в данном случае это не нулевое значение потому что если вы у нас она у нас всегда будет больше нуля то есть она всегда будет отрабатывать здесь надо будет поставить какой-нибудь ноль целых один ноль целых одна сотая тысячная ну тысячная наверное слишком мало будет поставим ноль один то есть здесь мы проверили что у нас персонаж по сути передвигается и мы можем использовать наше движение стамина таймер также мы тоже проверяем из так так нет давайте не стамина таймер здесь нам необходим наш таймлайн так переходим на begin play как раз таки из нашего персонажа получаем вот этот наш таймлайн который мы создали стамина таймлайн то есть get стамина таймлайн так нет здесь не так не пропишем просто пишем стамина стамина у нас не видит вот стамина таймлайн а я неправильно написал из-за этого он у нас не видит так и далее мы уже делаем переменную стамины таймлайн в нашем компоненте после чего мы здесь уже будем сейчас проверять наш стамина timeline проигрывается или же нет то есть он если он проигрывается у нас естественно через branch пойдет значение на true и false если же он проигрывается то наш наша timeline нужно остановить в данном случае делаем стоп если же не проигрывается мы ничего не будем дальше делать ну и здесь как раз таки наш персонаж на полз мы будем вешать значение то что у нашего персонажа вытаскиваем get character так где у нас get character movement то есть мы сейчас подадим значение скорости нашего персонажа сет макс дальше волк спит то есть здесь мы прописываем значение так наш персонаж в данном случае мы можем на чарик тормой мент написать и волк спит нашего персонажа равняется 350 то есть движение пешком здесь мы также его пропишем к 350 пусть будет копируем его сюда подключаем на false пусть будет 900 то есть ускорение во много раз так но здесь еще нам нужно как раз таки делать обновление наших значений да так что мы вот сюда сейчас выставим какую-нибудь функцию создаем эту функцию это у нас будет функция так пусть будет апдейт стамина так сейчас мы снова будем проверять через branch подключаем значение пусть это будет значение булиновая это мы добавляем нашему персонажу стамина или же нет то есть далее мы еще создаем также переменную флоут которая будет юзать так скажем какое-то значение да пусть будет это стамины юз далее давайте на бранч подадим два бранча здесь мы конечно будем разделять наш стамина мы если мы добавляем на труда мы должны складывать значение нашим подающим значением и далее сразу давайте будем сравнивать то что она больше равно нашему максимальному значению так что мы еще будем дубликат пусть это будет макс стамина вытаскиваем так комплит максимально стамина 100 то есть если у нас больше равно в 100 то мы здесь снова будем проверять записываем наш стамина ту нижнее значение мы подаем как раз таки то что у нас получилось верхняя у нас максимально должно быть ну и далее здесь мы проверим используется ли то есть точнее запишем то что мы используем наше движение так и заодно давайте сразу также проверим то что у нас получившееся значение больше определенного какого-то значения пусть это будет если это значение уже больше допустим 10 мы бежим то есть мы можем бежать то есть здесь образуется либо true либо false но бранчем мы сравнивать не будем так как это у нас сравнивается у нас вот здесь вот то есть если она больше десяти и мы скоро у нашего персонажа скорость больше 200 далее стамина больше 0 1 и тогда мы естественно выполняем значение но еще здесь кстати нам нужно перевели перевернуть это потому что это будет использоваться если без нот булин будет использоваться когда мы будем стоять и нажимать shift а вот так и если мы будем бежать так теперь давайте здесь закончим здесь у нас здесь мы сравнивали и теперь на фауз мы будем выставлять проверку наш сами на вычитаем значение с абстракт вычитаем значение подающего да то есть то что мы подаем здесь мы тоже сравниваем то что у нас меньше равно нулю далее мы записываем стамина ту так верхняя что если меньше равно значит 0 если же нет мы записываем здесь так и далее мы должны запустить наш таймлайн так что мы делаем вы пром старт и вот это все мы подключаем вот так вот то есть здесь подсоединяется и здесь тоже самое мы подсоединяем сюда так надеюсь это все видно вместил в экран теперь нам необходимо останавливать действие да но и вообще так переходим сюда здесь нам на фолст надо прописать то что мы апдейтим как раз таки да вот это значение апдейт здесь мы восстанавливаем наш расход здесь мы расходуем расходуем нашу стамину давайте пусть значение значение будет равно 5 так и здесь мы будем апдейтить то же самое восстанавливаем выставим и здесь мы добавляем но почуток то есть пусть будет 0 1 то есть мы когда расходуем чуть-чуть есть обновление так теперь давайте на тик мы поставим print string и давайте аппенд чтобы мы знали что это у нас происходит так здесь мы можем выставить 0 я думаю должно показывать давайте красный цвет так здесь мы должны вызвать как раз таки то что мы вот здесь только что создали стамина sprint нашем персонажи стамина sprint делаем дубликат здесь тоже выставляем то необходимое значение да это у нас будет то что мы юзы здесь мы выставляем то что у нас не происходит никаких действий так далее давайте снова сюда перейдем и сейчас я проверю что у нас все нормально так 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 ну и давайте здесь нам надо так скорее всего вот здесь вот так мы подсоединим сейчас проверять будем так на тик мы повесили наш персонаж ничего пока не происходит и у нас что-то по нулям все стоит сейчас мы посмотрим если мы не юзы но давайте конечно нам необходимо сделать регенерацию иначе наш таймлайн просто все съест буквально за несколько секунд а то и быстрее окей создаем нашу регенерацию так пусть будет просто и он это мы здесь генерейт регенерейт давайте ладно стамина пропишем так видео скорее всего будет долгое ну возможно я его разделю давайте на этом все первая часть видео закончена далее мы пропишем регенерацию и уже проверим полностью комплектность так скажем на этом все до скорой встречи ждите второго видео